Всех приветствую, всем добрый день. Хочу поблагодарить организаторов нашей конференции за возможность сделать этот доклад. Сегодня я буду говорить о решении для повышения эффективности ремонтов и осмотров производственных активов и также о эффективном инструменте формирования отчетности. Это продукты Avevo Mobile Operator и Avevo Reports for Operations. Я являюсь архитектором IT-решений, меня зовут Клеб Селин, работаю в компании CleanPan. Значит, вот наше краткое содержание, о чем мы будем сегодня разговаривать, то есть, собственно, вступление, описание по нашим компонентам. Я расскажу две истории успеха, одну по мобильному оператору, вторую по Avevo Reports for Operations. Ну и, собственно, поделимся ресурсами нашими, контактами и так далее. Повторюсь, вчера уже рассказывал, но, тем не менее, для тех участников, которые, возможно, не участвовали. Значит, компания CleanPan на протяжении многих лет является авторизованным дистрибьютором компании Avevo. Фокусом нашей деятельности является система управления эффективностью активов, решение для оптимизации оперативного управления и решение диспетчеризации, начиная от терминальных решений и ситуационных центров. Но также мы занимаемся предиктивной аналитикой. Значит, зона нашей региона, нашей дистрибуции компании Avevo является Средняя Азия и, в частности, страны Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан. Значит, касательно компании Avevo. Здесь у нас компания представлена конкретными цифрами. Значит, это 6,5 тысяч сотрудников. 30% сотрудников задействованы в научных исследованиях и разработке. Порядка 16% ежегодно реинвестируется в разработку. Таким образом, поддерживается высокий инновационный уровень решений. 85% проектов внедряет последние инновационные разработки Avevo. И компания является стратегическим партнером глобальных компаний Microsoft Accenture. И, конечно же, является стратегическим партнером компании Schneider Electric. Schneider Electric является мажоритарным акционером компании Avevo. Здесь у нас кратко представленная информация в цифрах о том, в каких сегментах рынка и какое количество проектов, какое количество заказчиков, соответственно, находится у компании Avevo. То есть мы понимаем, что компания глобальная, обладает многодесятилетним практическим опытом и, соответственно, продукты являются выжимкой определенного опыта огромного количества заказчиков, проектного опыта определенного количества заказчиков по всему миру в разных областях промышленности, которые можно, соответственно, черпать и внедрять на своих производствах. Значит, здесь мы видим некоторые из 20 тысяч компаний в различных сегментах промышленности, которые доверяют решению Avevo. Соответственно, видим, что ранжирование промышленности очень широкое, но, тем не менее, нефтегаз, то есть upstream, midstream, downstream, то есть, собственно, это как бы вот все отрасли, области применения. Давайте сделаем обзор по возможностям Avevo Reports for Operation. Значит, ну, о чем мы говорим? Это один из полноценных стандартов производственной отчетности. Значит, какие отличительные особенности? Нет необходимости программировать, не нужно писать SQL-запросы. Большая база данных по драйверам сбора информации с различных решений, чема из CAD-а PLC. Значит, поддерживается публикация отчетов на веб-портале, различные форматы PDF, Excel, XML, HTML и так далее. Значит, есть различные модули расчета стоимости, энергоменеджмента. Поддерживается MQTT-драйвер для тех, кто хотел бы применить это в рамках промышленного интернета вещей. Также возможны различные варианты лицензирования. Это по сабскрипшену, то есть по подписке, ну, или по флекс, скорее. И перпетул, это бессрочные. Значит, что мы получаем? Такие как бы три основные функции. Три в одном. Это формирование промышленных отчетов, это дэшборды, веб-дэшборды, обладают широкими возможностями по разработке, и сервер-аналитики. Ну, то есть, соответственно, на основные запросы системы отчетности мы получаем достаточно, ну, компетентные и понятные ответы. Значит, давайте коротко рассмотрим архитектуру решения. В архитектуре решения мы видим широкие возможности подключения к различным источникам данных. Возможно, объединение данных из нескольких источников, разных источников в одном отчете. Также очень солидные возможности по разработке отчетов и, в том числе, по использованию библиотек отчетов, создания своих библиотек. Значит, использование библиотек, ну, возможно, там для своих подразделений, да, то есть, как бы создание своих стандартов. Различные варианты по генерации отчетов. Автоматический, ручной режим, по событию, то есть, по расписанию, по событию. Публикация отчетов, возможно, совершенно в различных форматах. Также, возможно, автоматическая публикация и рассылка. То есть, соответственно, это веб-портал, FTP-сервер, электронная почта, гаджет. Ну, и, соответственно, видим форматы, да, то есть, 4 формата совершенно разные. Давайте рассмотрим технологию, собственно, как это все работает. То есть, рабочая диаграмма. Ну, первые источники данных реального времени, либо ручной ввод, либо подключение к архивным базам данных. То есть, либо базы данных, либо текстовые файлы, CSV, TXT, то есть, получили информацию. Значит, соответственно, в среде разработки создается определенный рабочий проект. На основании этого проекта формируются отчеты. Отчеты могут, опять же, повторюсь, формироваться по расписанию, по событию, вручную. Значит, и далее, после того, как отчеты сгенерированы, они могут использоваться внешними приложениями, да. То есть, мы их можем, например, по EPC передавать на скады более высокого уровня. Вот, либо мы генерируем эти отчеты в различных форматах, PDF, Excel, CSV, HTML, XML, да. То есть, совершенно разные форматы. И можем их, повторюсь, выкладывать на FTP, файловый сервер, по электроночке, на мобильный телефон, на принтер отправлять и так далее. То есть, вот, собственно, схема работы, она достаточно простая. Значит, Avevo Report содержит ряд промышленных модулей для отчетности. То есть, кто заинтересован и, ну, нет необходимости тратить дополнительные деньги на дополнительный софт. То есть, он содержит модуль статистики для работы с любым источником данных. Соответственно, это SPC графики, таблицы с отчетами. Также возможно выполнять анализу ставок. Ну, например, это можно применять для тепловой обработки, да. Ну, в частности, например, металлургия в нефтегазовом процессе. Ну, соответственно, то есть, тоже можно, скажем так, рассмотреть процесс, в котором используется этот модуль. То есть, энергоэффективность и учет. Ну, думаю, что это для любой отрасли промышленности актуально. Значит, можно выполнять анализ тревог по стандарту IMS ISA 18.2. И также широкие, достаточно очень удобные возможности. То есть, эргономичные, красивые формы, интерактивные дашборды, совмещающие данные технологического процесса и бизнес-данные. Значит, также могу сказать, что фактически дашборды, да, то есть, эта информация, она активная. То есть, информация, она не статическая, да, то есть, она поддерживает, скажем так, изменяющиеся дашборды, то есть, динамические дашборды. Значит, далее у нас поддерживается широкий охват различных PLK основных вендоров, которые представлены в промышленности. Значит, возможно, подключение к различным базам данных. Возможно, работа с различными версиями OPC. И встроенные возможности по взаимодействию с AvevaPy, да, то есть, как системой корпоративного хранилища данных, то есть, historian tier номер 2, вот, о котором, решение, о котором вот моя коллега Наталья упоминала в своей презентации. Значит, давайте посмотрим на такую функцию, как сервер аналитических данных, то есть, как бы, что мы можем тут получить для такого функционала. То есть, DreamReport позиционируется у нас, возможно, реализация как ядро аналитической платформы. То есть, сервер предоставляет данные расчета из объектов и внешних приложений, возможно, это с генерацией отчетов, либо без генерации отчетов. То есть, мы просто являемся источником уже рассчитанных и обработанных данных. Мы можем предоставлять эти данные в различном формате по опросу, по изменению значений тега, по расписанию, по событию и так далее. И обладаем интерфейсами, соответственно, OPC. Также достаточно удобная функция – это портал отчетности, портал публикации отчетов для доступа с любого устройства. Ну и обеспечивается безопасный доступ с мобильных устройств, с веб-браузеров. Возможно просматривать отчеты, дэшборды, графики. Возможно вручную вводить данные. Возможно использовать из коробки, либо кастомизировать под себя. Решение, то есть, скажем так, делать свои доработки. Так, сейчас, одну секундочку. Значит, также можем рассмотреть Aveva Reports как легкую МЕС-систему. Какие же мы функции можем реализовывать? Ну, к примеру, отчету по количеству произведенной продукции, потребленному сырью полуфабрикатом. Можем делать отчеты по партиям для того, чтобы понимать, в какое время, на каком оборудовании, из каких компонент, да, то есть, из какого сырья, там, полуфабрикатов и так далее, и кем была выполнена продукция, изделие, работа. Значит, также возможна работа с управлением статистическими процессами, Statistical Process Control. Вот, то есть, тоже такие функции поддерживаются. Значит, далее, с точки зрения работы с партиями. То есть, мы можем проводить вычисления с временными границами начала и окончания партии. Возможность формировать отчет на каждую произведенную партию, например, по запросу пользователя. Можно формировать сводки по выпущенным партиям за различные периоды времени. Это можно делать либо по запросу пользователя, либо можно привязывать к календарю, то есть, по расписанию. Так, значит, далее, тоже такая, ну, как бы, современная функция, это работа с общей эффективностью оборудования, то есть, показатель OEE, значит, содержит в себе функции для расчета доступности, производительности и процента брака, по которым в дальнейшем формируется общая эффективность оборудования. То есть, это три составляющие интегрального показателя OEE. Поддерживает функционал ручного ввода в веб-портале для учета событий простоя и указания его причины. Значит, возможно формировать PDF-отчеты по доступности, по простоям за рабочую неделю. Также возможно формировать видео-дэшборды для лучшей осведомленности о уходе процесса. Опять же, подчеркну, что дэшборды динамические. Значит, также можно выполнять расчеты, связанные с обслуживанием и такими показателями, как средняя продолжительность между авариями и средняя продолжительность между ремонтами. То есть, это показатели MTTF и MTTR. Давайте сейчас рассмотрим историю успеха AVEA Reports for Operations. Я все-таки выбрал нефтегазовый сегмент, но их достаточно много как бы в других областях. Значит, рассмотрим компанию NIS. Она является одной из крупнейших вертикально интегрированных компаний на юге Европы. Основное производство находится в Сербии и расширяется, используется в других странах тоже есть. Значит, какие основные моменты? С ростом количества площадок и оборудования, потоков данных возросла необходимость стандартизации, удобной и эффективной визуализации. Но в результате выбор пал на AVEA. И в результате получили такие моменты. Уменьшение стоимости работы штатных сотрудников на 20%. Увеличили продуктивность на 0,2%. Уменьшение потерь на 300%. И, соответственно, учитывая, что компания развивается, то опять же и все программное обеспечение, которое используется, возможно также масштабировать и, соответственно, интегрировать туда новые появившиеся данные, площадки и так далее. Конечно же, на данном проекте применялся не только AVEA Reports for Operations, но и, в принципе, система отчетности аналитики, она, как правило, не используется, как просто отдельно сама система. Да, она обычно более эффективно используется в комплексе. Она может использоваться в комплексе с AVEA-овскими продуктами, но, опять же, является агностиком, то есть она может легко встраиваться и в уже существующие системы. Ну, в частности, у этого заказчика использовалась системная платформа, визуализация InTouch HMI и AVEA Reports for Operations. Ну, то есть, вот достаточно такой интересный, релевантный пример применения в нефтегазовой отрасли. Уважаемые коллеги, хотим провести опрос. Николай, да, можем запустить опрос? Да, да, вот как раз появился. А, супер, отлично, спасибо большое. Значит, и, соответственно, просим поделиться вас вашим мнением, насколько для вашего предприятия интересно, актуально AVEA Reports for Operations. Ну, может быть, не AVEA, может, у вас есть какая-то другая система отчетности, тоже, пожалуйста, тогда поделитесь своим мнением. И, соответственно, уже применяем решение продвинутой отчетности, планируем применять такое решение или решение неактуально. То есть, значит, задача решается какими-то другими способами. Так, спасибо большое за участие в опросе, и мы продвигаемся далее. Значит, теперь давайте рассмотрим такое решение, тоже очень интересное, как мобильный оператор и какие задачи решает мобильный оператор. И начнем, конечно, с предпосылки. Значит, по статистике, да, то есть были собраны определенные статистические данные и пришли к выводу, что более 50% причин выхода оборудования из строя связаны с нерегулярностью получения и с низким качеством входной информации. Это связано с такими факторами, как большая протяженность маршрутов, дефицит квалифицированного персонала и сложность удержать персонал, который нарабатывает, получает квалификацию на данной работе. Сложность контроля персонала, бумажные отчеты, бумажные журналы, ручная отчетность. Значит, и как следствие это ведет к неполноте информации, к неактуальной информации, к неточности информации. Ну и, соответственно, как следствие, она обладает низкой ценностью для анализа и принятия соответствующих решений. Что делать? Значит, соответственно, предлагается такое решение, как мобильный обходчик, который может у нас закрыть целый ряд задач. То есть он способствует обучению полевого персонала повышению его квалификации, позволяет централизованно хранить данные и активов в архивных базах данных, поддерживает дерево принятия решений и широкую вариативность принятия решений, обоснованную, не субъективную, а объективную, которая основана на достоверной, аргументированной, полной, точной информации. Значит, фокусируется на советах к действиям, поддержка в соответствии с стандартом обслуживания и нормам техники безопасности, в зависимости от того, как, ну, собственно, сконфигурирован мобильный обходчик в соответствии с нормами конкретного предприятия. Значит, оцифровка хранилищ данных, да, то есть, соответственно, это вот, опять же, когда мы уходим из бумажных носителей. Обеспечение процедуры lockout, tagout, то есть, блокируй и информируй, лота. Наряды, ремонты и уведомления, значит, и полевые инспекции оборудования. То есть, в принципе, вот этот вот ряд задач, он мобильным обходчиком достаточно успешно закрывается. Как он работает? Значит, первый обходчик регистрируется в системе Mobile Operator в мобильном, Mobile Operator регистрируется в гаджете, в мобильном устройстве. Значит, оборудование идентифицируется посредством, например, радиочастотная метка из выпадающего списка, например, либо штрих-кода, либо каким-то другим образом, то есть, возможно, вариант. Проводится осмотр, фиксируются параметры, заносятся данные вручную там. Дальше, возможно, с помощью внешних устройств, такие как внешние сканеры, которые меряют вибрацию, шум, температуру, через интерфейс Bluetooth, они, значит, вносятся, связываются с мобайл-оператором в гаджете и, соответственно, передаются. Задача завершается, проставляется дата-время и, кроме того, в зависимости от состояния оборудования система может рекомендовать обходчику добавить дополнительную информацию, фотографию, можно добавить дополнительный комментарий, выполнить специальные регламентные процедуры дополнительные, выполнить дополнительные измерения. То есть, опять же, мы смотрим, что в зависимости от результатов у нас получается такой как бы динамический осмотр, то есть он не просто по статической процедуре, а он ситуативный, в зависимости от того, какие результаты мы получим. Значит, далее, подходы к идентификации активов. То есть, есть ряд методов, как можно это делать. То есть, здесь мы конкретно видим, это QR-коды, бар-коды, идентификаторы, например, там с выпадающими списками, радиочастотная метка. Это вот конкретные примеры реализации, как это выполнено в реальной жизни. Значит, мобильный оператор, он является аппаратным агностиком и поддерживает различные аппаратные платформы. То есть, это такие достаточно известные производители, ну, например, Bartek, да, то есть обладает как бы широким рядом такой раджедайзе техники, то есть техника, которая предназначена для работы в жестких промышленных условиях, интермэк, панасоники, ком, ну и поддержка различных операционных систем. Это Windows 10, Android 8.9.10, iOS, то есть на Apple устройствах. Нам нужно идентифицировать сотрудника, да, то есть, соответственно, после проведения процедуры нужно поставить цифровую метку первая и вариант подписи. Рукописная подпись, либо цифровая подпись. Значит, итоговый функционал. Что мы получаем в итоге? Аппаратный агностик, то есть на различных платформах аппаратных, различные мобильные операционные системы, iOS под Apple, Android и Windows. Значит, по функционалу. Советы и эскалация, электронная подпись, возможность просмотреть тренды и графики, возможность прикрепить документы, возможность использовать камеры и периферийные устройства, то есть всевозможные датчики, заметки, логбук, следование обходом, планом, процедурам, просмотр предыдущих значений. Ну, то есть, вот, собственно, вот эти вот функции, они у нас доступны. Всегда интересно оценить с точки зрения бизнеса, то есть, как бы, зачем это все нам нужно. То есть, соответственно, вот тут подготовлено определенное бизнес-основание по четырем категориям. То есть, с точки зрения потерянных данных, то есть, если у нас есть несогласование данных, процессов, активов, значит, соответственно, в результате это приводит к неэффективности использования рабочей силы, возможно, приведет к простоям, несоблюдению требований, повышению производительности труда, сокращение времени простоя и соответствие нормам и требованиям, то есть определенным стандартам. То есть, соответственно, это решение позволяет обеспечить соответствие вот этим вот четырем категориям, которые можно рассмотреть с точки зрения бизнеса. Также можно, ну, при определенном, определенной, ну, там, заинтересованности, необходимости попытаться сделать качественную, проработать качественную оценку, наверное, рентабельности этого внедрения, да, то есть с точки зрения возможности предотвращения, да, определенных, возможно, аварийных ситуаций, вот, либо каких уменьшения расходов на ликвидацию этих ситуаций, аварийных ситуаций, значит, ну, и просто избежание, там, недовыпуск продукции, например, и так далее. Значит, здесь мы видим широкий спектр, опять же, бизнесов, компаний, где используется мобильный обходчик. Мы видим широкое применение в нефтегазе, химической промышленности, ну, например, в энергетическом секторе, ну, в частности, нас интересует с вами нефтегаз. История успеха, значит, ну, сразу оговорюсь, что в Казахстане история успеха – это ТШО, вот, ну, мы рассмотрим с вами глобальную историю успеха, то есть это компания Chevron, применение в Калифорнии, в Сан-Рамоне, в США. Какие задачи стояли? То есть повысить производительность, надежность нефтеперерабатывающих заводов, снизить затраты на техническое обслуживание, упростить соблюдение нормативных требований и задокументировать знания работников, которые выходят на пенсию. То есть, соответственно, у нас на предприятии всегда есть сотрудники, да, ну, особенно старшие сотрудники, которые обладают опытом, экспертизой, вот, и то, что они знают, как правило, хранится у них в голове. При правильной организации, в частности, при, например, использовании мобильных обходчиков, это возможно, скажем так, оцифровать и занести, то есть их подходы, методы, процедуры, данные и формализовать их в процессе осмотров с помощью мобильного обходчика. Значит, какие результаты были достигнуты? Повысили надежность НПЗ, снизили затраты, сохранили и создали возможность передать знания работников и обеспечили compliance, то есть максимальное соответствие нормативным требованиям. Ну, понятно, что данные по цифровые, по повышению надежности, снижению затрат, видимо, наверное, в компании Chevron конфиденциальные, да, то есть, соответственно, ну, тут с нами, в частности, не поделились, да, конкретными цифрами, но компания, в общем, значит, рассказала, как они это использовали и какие выгоды из этого получили. Значит, ну и кроме того, насколько мы знаем, что в Chevron мобильный обходчик является, ну, стандартом для применения в рамках технического обслуживания. Значит, уважаемые коллеги, сейчас касательно мобильного обходчика мы бы просим вас ответить на следующий вопрос, принять участие в вопросе, что планируете ли вы реализацию решений работы для мобильных бригад, то есть решений мобильных обходчиков и варианты ответов. Рассматриваем такое решение и анализируем различные решения, планируем модернизацию уже существующих решений, а может быть, замену, вот, и у нас уже реализованы, то есть такие решения есть, нам это не приоритетно, неинтересно, потому что уже все работает. Так, все, уважаемые коллеги, спасибо большое за участие в опросе, и мы тогда двигаемся, переходим дальше. Значит, мои контакты, электронная почта и номер телефона, соответственно, прилагаются. Мы будем рады помочь вам по вопросам, касающимся тех программных продуктов, о которых я рассказал сегодня. Кроме того, соответственно, по всей продуктовой линейке АВЕВА сможем вам либо предоставить консультацию, либо подсказать, кому обратиться, потому что, опять же, мы не занимаемся всеми продуктами. У нас, опять же, фокус на линейку Operations Control и связанные с этим продукты. Значит, далее я хочу подсказать, напомнить, что наш адрес нашего веб-сайта, там достаточно много интересной информации касательно всех событий, которые мы проводим, обучения, вебинары и так далее. И очень полезный, хороший ресурс – это наш YouTube-канал, на котором мы публикуем достаточно много докладов, видео технических, маркетинговых, общеобразовательных. Вот они обладают достаточно удобной индексацией адресации для того, чтобы очень просто было найти нужную информацию. То есть если у вас достаточно длинное видео, там 40 минут, вы можете выделить конкретно, что вас интересует, и быстренько просмотреть, и дальше заниматься своими делами. Вот. Значит, на данном этапе по объему материала на сегодня, который запланирован у меня, все. Всех хочу поблагодарить за внимание. И сейчас сделаем коротенькую сессию по вопросам-ответам. Все. Олеги, Николай. Глеб, спасибо вам большое за подробный доклад. На самом деле, не знаю, вопросов, наверное, к вам и не появляется сильно много. У вас настолько подробно все четко разложено. Ну, и по опыту тоже видно. То есть, допустим, у меня вопрос появился по тем же, допустим, мобильным обходчикам, то есть по оборудованию, да, который используете. Сразу следующий слайд на него ответил. То есть бренды, с которыми работаете, какие операционные системы поддерживаете. И так, в принципе, слайд за слайдом вопрос возникает. Там, опять же, история успеха. То есть было интересно в Казахстане, вы озвучили. То есть, смотрите, Глеб, тут участники просят поделиться, есть ли примеры в Азербайджане. Вот, например, с какими компаниями вы работаете. Какие-то вот истории успеха именно по Азербайджану. Скажите, пожалуйста. Вы знаете, по Азербайджану, да. Азербайджан, да, тоже очень интересный регион. И мы активно, да, то есть работаем в этом регионе. Не могу вам сейчас сказать по мобильному обходчику по Азербайджану. Мы можем в случае заинтересованности партнеров, конечных заказчиков, можем просто как бы рассмотреть, подобрать релевантный проект, да, то есть который был реализован в аналогичной индустрии промышленности. Можем показать этот продукт, да, то есть такую как бы демку сделать. Можем проговорить какие-то определенные там возможности, особенности. Еще, кстати, интересный момент, то есть, например, у компании, да, допустим, делают такую функцию, условно, допустим, как ремонт подвижного парка, да, то есть есть, допустим, парк автомобилей, грузовые техники, вот. И тоже нужно по определенным регламентным процедурам проводить осмотры, фиксацию параметров и так далее, да, например, по стандартам производителя. В частности, например, обходчики тоже такие задачи решать. Это просто одно из еще дополнительных применений, вот. Ну, по Азербайджану, в частности, да, вот, то есть не могу, да, сейчас вам историю успеха не знаю, но готовы детально подключиться, в общем, проконсультировать, предоставить информацию и проработать проект, если, ну, такой интерес есть. Глеб, а верните, пожалуйста, на слайд с вашими контактами, я думаю, вдруг кто-то не успел записать, я думаю, вот как раз-таки Российский, кто из Азербайджана, пожалуйста, обращайтесь к Глебу. Пожалуйста, да. Такой вопрос от Олега. А что вот вообще в работе удобнее, то есть, серфит метки или, например, там, штрих или QR-коды при внедрении, вот, как прокомментируете? Вы знаете, я бы, наверное, смотрел на конкретное, то есть, применение, допустим, радиочастотные метки, ну, тоже достаточно, как бы, хорошее, хорошее применение, допустим, бар-коды, QR-коды, ну, условно, они, например, могут как-то там запачкаться, да, допустим, возможно, какие-то вопросы, там, не знаю, там, с камерой, там, еще какие-то вещи, возможно, выпадающий список, но, мне кажется, все три метода, выпадающий список, радиочастотные метки, QR-коды, бар-коды, они достаточно удобные, вот, а потом, смотрите, RFID-метка, нужно же, опять же, смотреть, те устройства по стандарту, которые применяются в предприятии или те, которые есть, они поддерживают функционал сканирования радиочастотных меток, да, то есть, если мы берем обычный телефон, конкретный, да, то есть, чтобы не покупать дополнительные устройства, опять же, нужно оценивать с разных точек зрения, я бы еще посмотрел, конечно, географический регион, где это используется, то есть, условно, не знаю, там, QR-коды, бар-коды, может быть, размещение оборудования, оно такое, что куда, что, я прошу прощения, куда-то там персоналу залезть, чтобы прям туда добраться до этого оборудования, там, из-за этого сосканировать, посмотреть, будет очень удобно, тогда, наверное, радиочастотные, либо выпадающий список будут более удобные, но с точки зрения именно вот практичности, как мы видели, то есть, все три способа, они, как бы, достаточно актуальны, нужно тоже смотреть, допустим, те же радиочастотные метки, от какого вендора, да, их покупать, то есть, тоже они могут быть по цене, то есть, цена решения разная, QR-код, ну, соответственно, это практически, ну, достаточно дешево, хотя тоже нужно качественно покупать, значит, метку, на которой печатается, то есть, качественный материал, вот, радиочастотные, конечно, будет немножко дороже, нужно смотреть по количеству, то есть, соответственно, очень многофакторная оценка, вот, ну, если кому интересно оценить для конкретного применения, давайте мы можем вам, ну, скажем так, просто, как бы, рассмотреть разные варианты и помочь определиться с технической, экономической точки зрения, предоставить аргументы, как бы, что более выгодно или невыгодно, вы дальше примите решение, как. А смотрите, тут как раз-таки, Олег, вот, сразу, вот, вы про стоимость озвучили, а вот есть ли какую-то стоимость AirFit, вот, примерно, можете сориентировать, ну, сейчас, вот, в моменте, или уже только в частном порядке? Нет, не буду, не буду ориентировать, потому что мы их не закупаем, да, и их можно закупать разными партиями, они могут быть у разных поставщиков в разных географических регионах, поэтому, честно говоря, даже, ну, не хотел бы отвечать на этот вопрос, дабы не вводить в заблуждение нашу, ну, аудиторию. Ну, и в дополнение, да, там, капекса и опекса, то есть, здесь что-то, вот, по поводу, что-то сможете прокомментировать еще, вот, в дополнение к внедрению? Значит, ну, понятно, что оба решения, то есть, мобильный обходчик, безусловно, ведет, вы имеете в виду капекс оборудования или капекс чего, то есть, безусловно, ведет к, значит, оптимизации капитальных расходов на капитальные ремонты, то есть, капекс на поддержание основных фондов в рабочем состоянии, то есть, оптимизирует капекс и, безусловно, оптимизирует операционные расходы, то есть, данное решение способствует увеличению экономической эффективности и для, значит, уменьшения капекса и уменьшения опекса. Все-таки фокус его, безусловно, нацелен на, оптимизацию операционной работы, то есть, опексные расходы. Спасибо, спасибо вам, Глеб, большое за ваши комментарии. Глеб, смотрите, тут еще по поводу, вот, участник как раз в чат сбросил почту, тоже для связи, я думаю, это как раз-таки вот по поводу Азербайджана, по поводу решений, то есть, вас благодарят, и я думаю, вот, коллеги просят, Наталья уже, я вижу, отключилась, поэтому она контактами поделиться не сможет своими, но я думаю, если к вам выйти, то есть, связаться, то вы также уже сможете с Натальей сконнектить, правильно? Да, я поделюсь, конечно, большое спасибо, да, за проявленный интерес, вот, я, мы видим, да, электронную почту, и с вами тогда свяжемся, и контакты Наталье, да, тоже передадим, да, спасибо большое. Ну, то есть, у вас, грубо говоря, сейчас был такой блок ОВЕО, то есть, можно сразу в комплексе все взять решение, о котором рассказывал Наталья, и, конечно, потом уже дополнить все, которое вы сегодня представили, ну, опять же, те, кто, уважаемые участники, кто не видел выступления Глеба вчера, в принципе, я думаю, на следующей неделе уже будут записи обработаны партнеров, и на нашем канале YouTube вы, в принципе, сможете посмотреть доклад Глеба вчера, там тоже как раз-таки был интересный блок решения ОВЕО для нефтегазовой отрасли представлен, вот, на всякий случай, скидываю ссылочку на наш YouTube, если кто вдруг еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, вот, все видео партнеров будут на следующей неделе, я думаю, выложены. Да, мы вчера, секундочку, да, мы вчера, вчера мы рассказывали о фактически всех продуктовых решениях ОВЕО, которые покрывают три, значит, части реализации всех проектов, то есть, это проектирование, разработка, это реализация и последующая оптимизация, да, то есть, в принципе, программные решения покрывают полный жизненный цикл проекта, ну, а сегодня мы уже немножко погрузились в конкретику, конкретно по двум продуктовым решениям, да, поэтому вчерашнее выступление, которое будет в записи, оно дает полный такой, как бы, обзор, объемный, да, по всей полноте программных продуктов и решений, вот, и если, допустим, что-то в частности интересует, то давайте, соответственно, погружаться в детали. Николай, да, спасибо большое, что упомянули так дополнительную информацию о нас. Глеб, да, спасибо вам большое за ваше выступление вчера-сегодня, было очень интересно, сегодня, да, в связке с Натальей тоже получилось очень здорово, огромное спасибо вам большое за ваш доклад, как говорится, и в будущем рады вас видеть. Спасибо за возможность. Спасибо, спасибо, Глеб. Уважаемые участники, сейчас у нас буквально вот пару минут подключается следующий спикер, я, пользуясь случаем, хотел бы вас всех пригласить, Глеб, вас тоже там рассмотреть, мы на Франция в следующем году принять счастье у нас уже офлайн, то есть будет конференция Go Digital, где будет у нас три потока представленных, вот я вам сейчас брошу ссылочку, там уже можно оставить предварительную регистрацию, то есть конференция пройдет 3-4 июля, в этом году мы проводили ее в Астане, в Хилтоне, то есть был поток нефтегаз, был поток горнодобывающий, ну и, соответственно, в целом промышленность. То есть было достаточно интересно, были интересные доклады, спикеры, можно было со всеми пообщаться с зачетчиками кофе на стендах, на центрах переговоров, вот. Поэтому в следующем году мы очень будем рады всех вас видеть, кто еще с нами присутствует. Соответственно, по поводу города мы сообщим чуть позднее, вот как раз таки вчера тоже проводили опрос, где кому удобнее, то есть это Астана либо Алматы, потому что вот, ну опять же, пока думаем, еще финально не приняли решение, я думаю, вот-вот оно будет. Поэтому всех вас ждем, пожалуйста, на сайте можете заявочки уже предварительно оставлять, будем собирать, и я думаю, в следующем году пройдет двухдневное мероприятие 3-4 июля с очень большим размахом. А вот, Расим, это вы про приложение, про Глеба? Сейчас вопрос еще Глебу, или это уже про нашу компанию? То есть, если, будьте добры, уточните, пожалуйста, по поводу приложения на Play Market. А, имеете в виду Глеба. Глеб, а вы с нами еще или уже отключились? Да-да-да, я здесь. Значит, вы знаете, вы имеете в виду Play Market, Google, думаю, вы знаете, я проверю, не могу вам ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, в принципе, я вот все дистрибутивы, которыми мы пользуемся, мы заходим на Avevo Software Support, ну то есть, как бы, для всех пользователей есть аккаунт, и мы, в принципе, весь софт оттуда скачиваем. Поэтому я даже вам не смогу ответить на этот вопрос, но мы вам любой софт, то есть, дистрибутив, то, что вам нужно, вы нам скажите, мы вам выгрузим, предоставим и, как бы, без проблем проконсультируем, предоставим информацию, инсталляционную документацию и так далее. Тем более, я думаю, Глеб, как у всех, в принципе, разработчиков крупных, я думаю, там тоже есть тестовые версии, правильно, демо можно проверить. Да, да, да. Посмотреть, как приложение функционирует. Вот, ну потому что, да, и в Российской Федерации там уже подобные разработчики есть, тоже мобильных обходчиков. Примерно, да, как правило, все это можно посмотреть, попробовать, пропилотить и дальше уже убедиться, что это работает и очень выгодно. Потому что знаем, что спрос большой на такие решения. Да, 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 так что, да, отвечая на ваш вопрос, пожалуйста, вот, наверное, будет наиболее простой вариант, чтобы мы просто вам, как бы, это предоставили, там подсказали и, собственно, вы уже дальше что желаете протестировать, посмотреть, возможно, там, демку с нами посмотреть. То есть, пожалуйста, в любом удобном для вас формате. Продолжение следует...